пацаны мы не в музее мотоциклов хотя очень похоже пишите в коментах костик уйдет или костику ебрика возьмет 25 белоруссии уже протеста тысяч человек вышел на улице в одной локации и это еще не все люди двигаются туда естественно естественно это все а поляки венгры омоновцы российские присланные дичь даут увещают из телека уже лукашенко стал что ездил путину путин дал дал ему очень там бойцов не бойцов хлопцов друзья пока хорошая погода приезжайте петербург все равно за границы закрыта у нас действительно красиво это центр это это исторический центр эти на культура люди улыбаются пацаны мы не в музее мотоциклов хотя очень похоже значит называется мегамото в питере есть такой салон и тут просто овер много мототехники сергей сергеевич сергей сейчас на всем пассиву я же интересно так мы костяну приехали смотреть к костику нравится все что такое железное музыка тут вообще пушка очень-очень пушка очень хвалят его пишите в комментах костику идет или костику а еще смотрите очень прикольный это китайцы я понимаю мы китайцы мега симпатичные очень симпатичные этого вог вожи вога не зачитается тебе камере прям симпотные и я даже знаю что на этот бренд пересела пересела пересели полиция китая так что я думаю что ли бы не стали ездить на хламе прикольно в общем я еще пройдусь если вы хотите выбрать посидеть по росту сложно подобрать себе цикл то есть что-то будет маловато да мне например безумно нравился дукатти монстр но первый монстр мне маленький по росту как мопед и вообще он малыш следующий мне кто же был ком по компоновке не очень комфортно сидеть ребят вы не забывайте там комментариях писать влаще стиль гляньте фара гляньте фара нет но не работает ну его надо включить чтобы работала что давайте пишите это стиль мне тут мне кажется фара одна решается ребята мы приехали в Харлее он в Тинькуфаре находится тут прям музей 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 невероятно красиво давайте напишите какой костик нацвился не определиться у нас сам а мне все равно понравилось покажу вам что мне понравилось где забастовки минуту на вольте от кости давай помещай ну и двигайся поближе не слышно а баровские забастовки сейчас тоже будут перенимают пример белорусских покази видос где 100 тысяч человек в речь так будет симпатичный ну что такое будет телефона показывать а вот здесь вот Руслан в дальнейшем сделать монтаж и у вас здесь появится видео со стеллой Белоруссии уже по 100 тысяч человек вышло на улице в одной локации и это еще не все люди двигаются туда естественно естественно это все а поляки венгры омоновцы российские присланные дичь да вот эту вещаю с телека уже Лукашенко сказал что ездил к Путину Путин дал ему этих там бойцов не бойцов хлопцов короче ребята пишут мне в директ очень много ребят с Белоруссии половина из них сами на улице половина из них уже сами получили дубинками и реально народ народ хочет просто жить честно хорошо свободно а не в том не в той диктатуре которая создана причем да я скажу что есть плюсы в режиме Лукашенко там чисто сто процентов там чисто я там был много раз у меня корни из Белоруссии там идеальная чистота там потрясающий асфальт мне кажется в России такого в принципе нет нигде даже возле Кремля наверное потому что даже там его строят те кто являются пидорами которые туда поставили которые воруют бабки вот хотя бы там плюс-минус неплохой вот такой везде в Белоруссии где я по крайней мере был вот а больше ничего хорошего не знаю это рабочие места уничтожены зарплаты низкие работы мало расскажу кайфовую историю вот с этим господином мы были на переговорах на переговорах с нашими партнерами на года два назад в Минске красиво чисто . много казино все для китайцев дороги виски на китайском языке и мы получается в субботу вечером кажется или 5 вечера мы гуляли по самому центру столицы республики и мы думали это же Минск тут должно быть просто ну так вот должен смотреть покруто смотришь а везде красивые девушки так вот их там не было примерно столько на наш вопрос к нашим друзьям а где же все вот эти вот красавицы нам сказали все красавицы уже уехали зарабатывать в москву и питер как бы вот мне кажется вот когда режим приводит к этому это как бы не true так не должно быть еще очень крутые новости то что все ребята молодежь талантливая получавший президентские гранты от них отказалась просто все дружно отказались от гранта стали что мы не хотим получать дотации от этого режима мы хотим чтобы он был сменен все политика новости кончились борщ будет борщ и курица очкин кали и вот к этому что прилетела